МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персона». Сегодня она посвящена предстоящему юбилею нашей телекомпании. ГТРК 55 лет. Юбилейный год стартовал, а значит, пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наша сегодняшняя гостья. Без преувеличения легенды республиканского телевидения. Татьяна Сергеевна Ежова. Заслуженный работник культуры Хакассии. На ГТРК она проработала более 30 лет. От простого корреспондента до главного редактора. Татьяна Сергеевна, здравствуйте! Анна, здравствуйте! Во-первых, я должна сказать, что я не легенда. Не скромничайте. Потому что я слишком ответственна. И на ГТРК более 30 лет, ну и на других известных каналах. Еще лет 15-17. Так что вот такие штуковины. Татьяна Сергеевна, узнаете? Ну как мне узнать? Те годы, наверное, чудесные. Не просто чудесные. Это начало было. Вот над магнитофоном, который сейчас уже не в комплекте любого гостелерадио. Это Витя Мастерских и я с бантиками. У меня было тогда 17 лет, сразу после школы. Полгода нештатным корреспондентом детской редакции. Пионерия шагает. Ну, вид крайне заинтересованный. Просто оторваться не можете. Да. А это вот та фотография, которая уже сделана на телевидении. Через полгода меня приняли на телевидение, на государственное. А тогда комитет был на Богдана Хмельницкого, деревянное здание. Там сидел председатель гостелерадио, его зам по радио, бухгалтерия, ну и все корреспонденты и первые дикторы. Татьяна Сергеевна, мы знаем, что вы не случайно пришли в профессию. Расскажите, кто вас в нее буквально привел, кто был для вас примером и кто, может быть, вас встретил на этом пути? Ну, обычно дорогу человеку направляют родители или люди, которые пользуются огромным уважением. Моя семья, папа, он окончил с золотым дипломом школу в Ачинске. Вот. И поскольку зрение у него было очень плохое, он поступил, он пошел не в армию, а поступил в Московский авиационный институт. И самое интересное, на очень престижный факультет, закрытый, конструкторский. Он великолепный технарь, великолепный собиратель книг. Его знали очень многие известные люди. Вот я говорила вам о Игнатии Рождественском, Анатолиевиче Михайло, авторе «Половодие», которого называли вторым Шолоховым у нас. Все эти книги в нашей огромной библиотеке, естественно, эти книги сопровождали наше семейство и мою жизнь в том числе. А как ваш папа попал в журналистику? Он, вот после того, как война закончилась, партийная организация направила его редактором газеты «Сталинец» в Рыбинский район. Это Красноярск-26, будем говорить об этом, Бородинский разрез, это очень промышленно развитый район. И он был редактором главным газеты «Сталинец». У меня фотографии эти сохранились. Вот. Я даже написала об этом у папе статью. Вот. Второй человек, который как бы вот поддержал меня всю жизнь, это мой покойный муж Миша Новожилов, оператор государственного телевидения. Он поступил в АВГИК, вот, но погиб при неизвестных обстоятельствах. У нас родился сын Антон, который работает сейчас, я думаю, успешно на государственном канале. Вот. Это мои невестки, которые тоже телевизионщицы. У вас настоящая семейная династия телевизионщиков. Ну, хотелось бы, чтобы была династия. Вот. Главное дело не в названии династии, а чтобы это люди были успешные. Вот. И чтобы внуки были успешные. Ну, внуков у меня уже трое. Кем они будут, я не знаю. Замечательно. Татьяна Сергеевна, и вот у нас новый слайд, так можно сказать. Конечно же, вы его узнаете. Ну, как не узнать? Написано Таней Ижовой от души всяческих успехов в жизни. Это Марк Несторович Маслов, председатель гостелерадио Республики Хакасия. Тогда мы немножко по-другому назывались. Комитет по радиовещанию и телевидению Хакасского облсполкома. Да, и он был первым председателем. Он был, ну, скажем так, телевидение начиналось еще с улицы Аскизской. Вот. Но вот в этом комплексе и на Богданах Мельницкого, он тогда уже профессиональный комплекс телевидения и радиовещания, он возглавил. Он ветеран войны. Самое интересное, что он не просто воевал, он офицер и один из членов расчета знаменитых «Катюш», которое тогда было особо засекреченным объектом военных наших действий. Вот. Поэтому я очень его уважаю. Во-первых, коллектив он создал просто прекрасный. Просто прекрасный. Он никогда не повышал голоса ни на кого. А он был юмористом скрытым. Но иногда это прерывалось. Мало того, работая председателем гостелерадио, он ездил и делал обычные репортажи по всей Хакасии. Мы тогда еще обслуживали юг края, семь районов. И поэтому он прекрасно знает и юг края, и Красноярский край. И вот. И я тогда пришла полгода, проработала на радио на Богдана Хмельницкого, а потом меня перевели сюда, в детскую редакцию, поскольку там на радио я вела «Пионерию шагает». Вот такая штука. Татьяна Сергеевна, а я не ошибусь, если скажу, что именно он стоял у истоков вообще создания всего комплекса ГТРК. То есть, понятно, зрители знают в лицо наших звезд, дикторов, а именно этот человек, Марк Нестерович, он стоял и создавал именно вот эту базу, на которой потом можно было так успешно работать. Это так? Вы правы, да. Потому что комплекс радиотелевидения, к сожалению, вот эта девятиэтажка, это сейчас не комплекс, но тогда проектно-всмертная документация была принята из госселерадио Российской Федерации. Построен дом радио, построена вышка. Все это курировал заместитель Марка Нестеровича Маслова Геннадий Давыдович Нагрузов. Долгих лет ему жизни человек очень... Олег Жуганов, его жена, главный инженер Лидия Жуганова. Я помню их всех. И они стояли у истоков создания этого комплекса. Конечно, тут много было бригад, не просто строителей, а делочников, технарей. Создавалась орбита через сигнал, который шли, и фильмы уже в районы и так далее. Вот. Поэтому то, что было сделано, это, в принципе, заслуга Марка Нестеровича Маслова и его, так сказать, вот подчиненных, технически подчиненных. Его таланты руководители. Талант. Но талант действительно и человеческий был. Человека, прошедшего войну и в людях разбирающегося. Никогда. Ни на кого он не поднял голос. Никогда. Даже если две женщины, а это в любом коллективе бывает, приходили со своими проблемами, будем говорить склочными, он мог одной фразой, весь этот пыл умерить. Татьяна Сергеевна, я уже затронула тех, кого без привлечения знали все зрители. Это наши, конечно же, талантливейшие, гениальнейшие дикторы. Давайте начнем с Валентины Поляковой. Какие воспоминания у вас связаны именно с этой красивейшей женщиной? Самое доброе. Потому что, проработав нештатно на радио, меня перевели на телевидение уже в штат. И меня приняли в детскую редакцию, которую командовала как редактор Валентина Ивановна Полякова. Она еще параллельно вела самые серьезные программы, то есть новостные. Она была человек действительно не просто элегантный, броский, это была умная женщина. А сами понимаете, это редкое сочетание – умная и красивая. Еще и доброе лицо такое для детской редакции. Да. Ну, она могла быть с характером. Она могла быть с характером, поэтому я начинал у ней в детской редакции, и характер этот как бы проявился и не дал мне уйти вниз. Какие-то, может быть, наставления она вам давала в профессии, как себя вести, может быть, какие-то, на что никогда не соглашаться? Она давала темы, темы, сейчас уже трудно вспомнить, тем более это детские темы были. Но она была естественным человеком, с которым считался неукоснительно даже председатель гос. телерадио. Вот. Потому что если она что-то говорила или о чем-то, это было по делу, а не просто так. Виктор Якутович. Ваши воспоминания о нем? Ну, во-первых, это фотография с надписью. Я не буду говорить, с какой она ироничная, вот, очень личностная, но нелюбованная, сразу же говорю. Вот. Витечка был первым профессиональным диктором на телевидении, хотя до него, конечно, работали, если на аскизское было полулюбительское телевидение. Он великолепно держался. Он прошел курсы центрального телевидения, он выглядел прекрасно в любом костюме, хотя все это было скромно и так далее. Вот. Он был немногословен, но это тоже был юморист, в который, по-моему, вся Хакасия была влюблена. Его потом пригласили работать на Дальний Восток, и он обслуживал массу радиостанций на кораблях нашего рыболовецкого флота. И, к сожалению, вот на той территории он и умер. Вот. Но я до сих пор храню эту фотографию как вот реликвию для меня. И посмотрите, как он прекрасно выглядит. Это сколько лет назад было? Ну, 30 с лишним. Ну, 67-й примерно год. Скажите, когда вы пришли, они же уже были метрами? Ну, вы знаете, тогда... Ну, в моем случае, опытными журналистами. Видите, тогда... И вы это знаете, что... Сейчас ведущий программ, вот как вы, это и автор текста, автор сценарного плана или сценария. То есть развернутой программы. А тогда дикторы читали написанные тексты, над которыми работали определенные редакторы. И, тем не менее, именно их узнавали? Да. Их любили? И как они подавали? Ведь еще вели не просто они новости, еще и... Они приходили в каждый дом? Конечно, они в каждый дом. И при том, они вели и программы, когда было много людей, какие-то вот такие массовые программы. Они тоже вели и вели это прекрасно. Подскажите, а вот эта узнаваемость... Вы знаете, что мы забыли сказать? Что это был прямой эфир, без всяких записей. Всегда. Подскажите, а вот эта узнаваемость, она как-то отражалась на их характере? Вот так называемая звездная болезнь, вы ее замечали тогда? Понятно, понятия не было такого, но вот эта дистанция, может быть, какая-то с простыми... Вы знаете, нет, вот... Под крестом Господним скажу, что Витя этим не болел, Валя Полякова этим не болела. Вот. Я других дикторов... У нас были другие дикторы, которые недолго работали, там, уезжали, приглашали в другие студии. Вот. Но про звездную болезнь я такого не помню. В те времена ее не было. Не было почвы наверняка. Может быть, я не психологом в силу молодости была. Но, мне кажется, нет. Ко мне относились прекрасно. Хорошо очень. Замечательно. Хорошо очень. Татьяна Сергеевна, хочу, чтобы вы представили ее сами. Это Тамара Исаевна Бронер. Это вообще легенда телевидения. Потому что она начинала, в принципе, с самой первой диктором. Была у меня эти фотографии еще более молодой. Здесь она как бы в возрасте. Вот. Мы всю жизнь были подругами. Вот. Объехали с ней и ее мужем, Боречкой и Циксоном, всю Европу, начиная от Волги. Доехали до Прибалтики. Хотели в Крым. Ну, это, так сказать, деталь нашего общения. Дело в том, что она была не просто элегантной женщиной. Если она шла по городу, там оглядывались все мужчины на нее. Она умела прекрасно шить. Она великолепно готовила. Она великолепно владела вот этим квартирным дизайном. У нее двухкомнатная хрущевка выглядела, как вообще необыкновенная квартира. Там было просто очень уютно находиться, вот, говорить на всякий раз. Это тоже должен быть талант. И все телевидение, кстати, бывало у Тамары, все она собиралась. Елена Сергеевна, вот вы как ее подруга, подтвердители, опровергните. Все журналисты, которые работают сегодня, с которыми я имею возможность общаться каждый день, и которые застали ее за работой на ГТРК, говорят о том, что это была личность просто глобального масштаба. Сила ощущалась просто колоссальная. Вот это действительно так? Сила, воля, жесткость в какой-то мере? Жесткость проявлялась очень редко. Она могла добиться всего, чего угодно. Я имею производственные вопросы. Ну, бывали личные. Она могла добиться полуфразы. Естественно, масса мужчин очень симпатизировала. Я не говорю о сотнях, а может быть, тысячах зрителей, которые автографы... Только ради нее включали телевизор. Да, потому что ради нее действительно телевизор включали. Так даже записи не было. Еще одна... Она со скистки начинала. Делюбительское было телевидение. Вот. Девчонкой после школы. Вот. И это действительно была суперэлегантная женщина, но характер у нее был жестковатый. Но я как-то на себе его не чувствовала. Сошлись характерами, это называется. Ну... И либо противоположности притягиваются. Может быть, противоположность, действительно. Психологи об этом, кстати, говорят. Вот. Но я ее очень любила. Дай Бог хорошей памяти у всех. Дай Бог. Из тех, кто есть на этой фотографии. Вот я вам до этого говорила, что, так сказать, теоретики телевидения появились не так давно. Один из них был Рейн Коремяя, Прибалт. Который говорил, что на экране все получится, если группа, которая делает программу, то есть не просто редактор, оператор, режиссер, звукорежиссер, ассистент режиссера, вот, даже водитель. Он говорил, что это должен быть конгломерат людей, которые душевно друг друга понимают. Тогда творчество будет, и появится хороший материал. У вас так и было, я так понимаю. И дело в том, что вот я очень любила работать с Аликом Пустовой. Вот он возле моего мужа, Миша навожил, Миша в очках, Алик возле него. Вот я ему первую написала характеристику на заслуженного работника культуры России. И первый на Гостелерадио он получил это звание. Потом получила Томочка Бронер. Здесь стоит Царствие Небесное Валя Шошин. Вот сзади. Он был редактором еще и музыкальных программ, пошел в операторы. Но музыкальных программ он был просто великолепный. И в те времена, когда Саряна Шушинская ГЭС еще строилась, вы же понимаете, какие здесь были звезды. Конечно. Даже... Всесоюзная стройка. И Майя Кристалинская, и Эдита Пеха, которую я записывала, и все наши суперзвезды были. Поэтому с Аликом мы даже снимали первый ковш в котлован Саряна Шушинской ГЭС. С ним снимали. Вот с Аликом Пустовой там. Валя Шошин, ну, все объехали с ним. Это Саша Колесников рядом с ним, вот, на первом... Это администратор девушек киногруппы. Федя Гаранин, ну, он пошел в коммерцию, потом тоже очень хороший оператор. И прекрасный оператор, великолепный, который работал с Людмилой Растащеновой. А Вова Якутович, вот, родной брат Витечки нашего первого, вот, он с Людой Растащеновой, всем известный, делал на цикл программы «Путь к себе». Вот. Прекрасное видение, великолепная культура кадра. В принципе, это отвечало практически всем нашим операторам, практически всем. Кто уже не хотел работать, они, конечно, уходили, но один-два, не больше. Татьяна Сергеевна, вот мне, как человеку, совмещающему, так скажем, работу ведущей, корреспондента, интересно, как тогда происходил процесс работы на съемках? Корреспондент с оператором, это действительно была команда? То есть, совместное продумывание плана, было ли такое совместное творчество? Вообще об этом я думаю даже... Или вот корреспондент был главным в съемочной группе, Вот, вы знаете, в некоторых вещах оператор, я думаю, здесь в некоторых вещах доминировал. Потому что, если мы снимаем какой-то сюжет, скажем, но на лоне природы, а то операторский глаз иногда видит больше, чем корреспондентский, и камера отъезжает, тогда на штативах не работали, а камера была на плече, и поэтому оператор мог снять вдруг понравившуюся ему птицу, или солнечный луч, который пробивается между листвой, понимаете? И вот эти детали, да, эти детали делали сюжет более богатым, чем то, что написал редактор или корреспондент в своем тексте. Ну, то есть, у вас было такое взаимное доверие. Вы полагались на них? Конечно, конечно. И, конечно, у меня были свои любимые операторы, хотя все они любимые. Как у любого корреспондента. Правда. Замечательно. Татьяна Сергеевна, вот все эти лица на фотографиях, понятно, что это ассоциация с ушедшим временем, но, тем не менее, временем счастливым. Как вы сегодня оглядываетесь назад? Как вы оцениваете эти годы? Ну, как? Молодость. Я считаю, что самое счастливое время, если у тебя любимые родители, если у тебя любимая работа, если у тебя любимые понимающие друзья, вот, и если тебя потом даже на другие каналы приглашают работать и относятся к тебе душевно, то ты понимаешь, что жизнь как-то удалась. И хочется еще работать, а не на диване лежать и смотреть телевизор. Замечательно. Татьяна Сергеевна, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Мы, в свою очередь, от себя поздравляем вас с юбилеем, потому что это и ваш юбилей. Спасибо. И я хочу, чтобы вы поздравили всех тех людей, о которых мы сегодня не упомянули, но, как вы говорили, передачи о них будут. Обязательно. Спасибо. Сегодня с Татьяной Сергеевной Ежовой мы вспоминали тех, кто стоял у истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. Поразительно, но таких гениальных людей еще очень много. И мы еще не раз будем говорить о них. Смотрите нас ровно через неделю в это же время на канале Россия 1. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин